В актовом зале школы-лицея номер 4 сегодня собрались учащиеся выпускных классов. Именно в этом учебном году им предстоит сделать очень серьезный выбор, куда пойти учиться, какую профессию освоить, чтобы стать успешным. Помочь ответить на эти вопросы пригласили человека, который однажды уже сделал правильный выбор. Это управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. Но перед тем, как начать первый урок в этом учебном году, учащиеся школы-лицея приготовили небольшой юмористический сюрприз на тему профессии педагога. Кроме профессии педагога есть множество других специальностей, и современному школьнику порой очень сложно сделать правильный выбор. выбор, который необходимо сделать. 11 классов. Совсем быстро проведен учебный год, и этот выбор вы должны сделать. Хорошо, что некоторые уже определились и четко знают, куда что приходят. Но жизнь такая штука, что может складываться очень по-разному. Михаил Зуев надеется, что каждый из сегодняшних выпускников определится со своей будущей профессией раз и навсегда. Хотя понимает, что сделать это очень сложно. Первое, что необходимо для успешного освоения любой профессии, это трудолюбие, отмечает Михаил Васильевич. Надо, конечно, всегда использовать любой момент научиться чему-то. Если сегодня есть возможность научиться что-то делать, надо обязательно использовать. Причем использовать каждый день. Если вы сегодня имеете возможность научиться готовить кашу, научитесь ее готовить. Если кто-то из вас открыл поваренную книгу и решил удивить родителей или себе что-то, научитесь это делать. Если вы сегодня видите, что кто-то пришел вам по дому помочь, там, будь то следствием, техник, и он умеет это делать, научитесь у него это. Каждый день обязательно надо чему-то научиться. Поэтому этот багаж, он копится, копится, и вдруг вы обнаружите, что вы все умеете сами. А это уже говорит о том, что человек умеет, значит, он трудолюбив. Для того, чтобы выбрать свою профессию, нужно учесть три важных условия. Первое – это прислушаться к себе и понять, чем ты хочешь заниматься. В детстве Михаил Зуев хотел стать столером, как его отец. Но после того, как вышел фильм «Весна на Заречной улице», он понял, что хочет стать металлургом. Впрочем, одного хочу – мало. Есть еще два не менее важных условия. Второе условие, которое надо всегда себе задать, порыться в себе, критично подойти к этому и сказать «могу». А могу ли я? Есть ли у меня качества такие? Достаточно ли у меня званий? Достаточно ли у меня способностей? Позволяет ли мое здоровье? Могу ли я стать этим специалистом по этой профессии? Поэтому второе условие обязательно надо проанализировать «могу». И третье условие, которое в нынешней жизни обязательно надо, естественно, брать во внимание – это «надо». Нужна ли эта специальность? Востребована ли она на рынке? Найду ли я работу? Поэтому надо ли это обществу? В рамках встречи с учащимися управляющий директор рассказал свою биографию и раскрыл некоторые секреты своего распорядка дня. В частности, рассказал школьникам, что спорт также имеет большое значение в жизни человека. Он воспитывает характер и уверенность в собственных силах. На своем личном примере Михаил Васильевич показал детям, насколько важно сделать правильный выбор. После беседы с почетным гражданином нашего города школьникам есть над чем подумать. Впрочем, урок самоопределения сегодня проходит не только в стенах школы-лицея номер 4. Директор по управлению персоналом градообразующего предприятия Константин Поспелов встретился с учениками 21-й школы, рассказал им о своей биографии и выборе будущей профессии. Вы сегодня в руках держите любые гаджеты, а тогда, в 88-й год, это были первые такие большие компьютеры. Если кто-то вообще представляет и кто-то интересовался развитием электронно-вычислительных машин, то раньше то, что может у вас сегодня любой телефон, располагалось примерно в таком классе. Верите? Вот я получал образование обслуживать вот именно такие вычислительные машины. Будущим выпускникам образовательных учреждений такие встречи необходимы, ведь когда есть живой пример человека, который однажды сделал правильный выбор и своим упорным трудом многого добился в своей профессиональной деятельности, школьникам легче определиться в многообразии существующих и востребованных на рынке труда профессиях. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Сергей Чижов. Новости. Твой день.